здравствуйте товарищи любители выкапывать ямки мы продолжаем гробовщичка и знаете я тут немножечко перешел на другой софт для записи я очень надеюсь что все будет хорошо потому что потому что будет очень смешно из-за эту серию просрум а значит как вы знаете у нас завтра большой день ну завтра в смысле в игре да не в настоящую и да и где заставка вот заставка значит такая тема такая тема пока у нас это самое мы ждем замечательного звездочета я думаю будет не лишним сходить в церковь и сделать этот самый алтарь сейчас я быстренько пробегусь и посмотрю что он там от нас спросил и это будет прекрасно мы узнаем и построим и посмотрим куда он ставится сколько места он занимает что еще надо и так далее тому подобное здравствуй моя дорогая церковь я так скучал по тебе так значит во исповедали не алтарь алтарита у нас стоят уже исповедали знаете вот очень жалко что прямо сейчас нельзя посмотреть сколько эта штука занимает место потому что я подозреваю что она занимает вот это вот место где у нас стоит алтарь вот и она по сути дает то же самое поэтому я боюсь честно говоря я сейчас создавать вообще по идее стоять вижу место вот это вот похоже на исповедальню отлично так значит нам требуется 12 бруса и 4 сложные железные детали хорошо пойдем скрафтим их как раз в пройдет время мы поспим и у нас все будет замечательно на следующий день о да мы все ближе значит к разгадке ну я конечно не знаю когда там финал и сколько мне еще осталось часов играть но я чувствую что хотя бы полпути то мы прошли хотя бы полпути так дратать им дратать и бревна а где у меня доски делаются а кто-нибудь скажет мне а доски надо вот здесь делаются на дисковой плите слушайте брус не дешевый сука 12 бруса это четыре деревьяхи обалдеть вообще хорошо как скажете вашу жмать 234 12 отлично посчитал и 4 сложные железные детали эта штука делается у нас вот здесь вот таким вот образом весь мой вся моя стабина пошла по одному месту но это не беда это не беда главное что у нас сейчас будет алтарь для создания которого мне потребуется пожрать нас куча котлеток надо их тратить же понимаете же да тратить нужно их полностью да и блин сколько же мне надо все таки могил здесь сейчас на 150 очков ужас какой ужас какой и здесь еще надо до 50 что довести ужас ужас один только ужас сплошной кошмар вообще исповедальня привет кажется кто-то обосрался это был я класс а походу эта штука только в собор ставится до паянтому обламинго единственное что мы можем сделать мы можем сделать здесь так пару алтарей потому что потому что да потому что алтарь у нас по пятерке дают и канделябры ну короче все понятно с исповедальней придется немножко повременить поэтому простые железные детали к нам приходят стоять еще раз посчитаем сразу давайте два алтаря сделаем так алтарь 4 балки здесь все есть и значит 8 балок 8 железных простых деталей у нас будет два алтаря это значит плюс 10 очков это значит уже 32 и надо будет еще где-то столько же будет уже 42 а там уже мелочевкой мы добьем если я правильно все рассчитал алтари у меня влезут ближе к господи я не понимаю как это эти штуки там называются в церквях в общем к тому месту где я стою и читаю молитву вот да если я правильно все рассчитал значит 8 простых простых звездных деталей и немножечко бруса бруса мне нужно ой деревянная балка да придется две штуки подожди а я там случаем не эти не того по моему как раз таки того так сколько у меня 8 простых нет все нормально все нормально должно хватить по крайней мере там на 1 то точно алтарь хватит а там посмотрим и у нас уже вечер блин пора спать ложится ну как раз с алтарик забубеним и все будет хорошо будет просто замечательно надеюсь по крайней мере привет моя любимая церковь которая когда-нибудь станет собором и мы будем ставить здесь полностью все исповедание и так алтарь приветики так ну смотрите один влезает до черт облом ладно хорошо нам нужно еще два две деревянные балки сделать у нас будет два алтаря мы этим займемся на следующий день я думаю сейчас спать пойдем короче я малость это того вот витражи куда же можно витражи повесить и где взять это золото мать ее какой кошмар но у нас уже мы уже близки да надо в собор превращаться однозначно и мне нужно морковки запихать моему этому пролетарию гаду такому ослу и может сейчас сделайте сейчас сделаем время то есть поэтому давайте балку мне подайте и сейчас еще немножечко морковки заберем так 8 18 придется три грядки опустошить создать туда мы складываем компост да компост нам здесь не нужен семенами моркови также идут сюда а а это ж такое семена свеклы ну пускай тоже там валяются нормально все будет отправляемся создавать еще один алтарь и заодно по пути закинем морковки паралитарию до ослу мать его на те морковку привозим не трупики мне нужно их хранить и зарабатывать очки кладбища как бы это странно не звучало берем создаем устанавливаем и стучим готово у нас 32 очка как я и планировал теперь надо нафармить где-то 18 штук и мы уцелим да это будет непросто я чувствую но мы это сделаем у нас нет выбора пока что отправляемся а так слушайте уже утро тогда можем в принципе три секундочки поспать а потом телепортироваться на маяк и все у нас будет отлично но я по крайней мере на это надеюсь я потратил все свои бревна вот это конечно красавчик молодец так следим за днем что у нас там получается вот оно солнышко то всходит о да можно даже не тратить морковку можно спокойно сейчас будет вот так телепортироваться проснулись в полдень я иногда тоже в полдень просыпаюсь это бывает крайне редко но это иногда так прекрасно маяк звездочет привет так мне нужна ваша помощь мне нужны чернила и бумага так ну хорошо давайте с этим разберемся что ж их есть у меня по правде сказать у меня накопилось порядочно всякого хлама что-то из этого может даже пригодиться начинающему естество испытателю вроде вас печенках у меня уже сидят все эти индюки из университета и без них на жизнь себе я и без них типа на жизнь себе заработаю понятно а вот смотрите для того чтобы получить не кардомикон мы должны дать ему кислоты и получить больше блин прикиньте у меня только 20 репутация найти кислоту чтобы прочитать вторую часть дневника ну черт а да у меня же дневник то по-моему забрали которая выкопал реставрационные материалы еще нужны так хорошо торговать значит перо и чернила стоит 200 две с половиной серебряных при этом чернила и перья отдельно ну короче эффект ней эффективнее будет взять на чернила и перья из крафтить их тупо ну как бы это короче 20 чернил мне надо я полагаю что за одну штуку я беру сразу десяток правильно то есть 20 перьев до надеюсь что здесь будет 20 перьев я чё-то короче запутался а перья там одно одно перо и одна чернильная банка короче давайте возьмем 20 в смысле 2 и мы возьмем 2 2 банки с чернилами в любом случае они мне пригодятся это сто процентов покупаем покупаем у меня аж 2 золотых что ли есть а это у него 2 золотых вы мажор какой все купили все это надо теперь будет сейчас покрафтить в подвальчике церкви значит ему нужна кислота кислота ему нужна сдается мне по поводу кислоты нам нужно топать к ведьме да и по поводу реставрационных материалов и это нужно и это нужно наверное валить как он называется то к змею ладно пошли короче пошли домой эта штука не перезагрузилась еще не перезагрузать пойдем пешочком да смотрите как здесь все все-таки взаимосвязано я понимаю что это конечно увеличивает а слушайте давайте с этим дядька поговорим а вдруг чего интересного но я вам все еще существует у него можно купить масло веревку семена конопли ясно друг ты пока помочь мне не можешь да помните я вот здесь что-то выкопал по моему это был дневник и этот дневник забрали полицейские местные до которые искали что нельзя типа здесь ничего ковырять жопы такие все-таки вот ребята кто писал в комментариях что если гробовщика забросить на неделю потом к него возвращаться в тяжело очень все вспоминать ребята с вами полностью согласен полностью прям гробовщик такая игра что и нельзя и упускать из вида буквально не на день иначе происходит полная задница которая чревата вот тем что у нас собственно сейчас и происходит когда пытаюсь вспомнить а вспомнить ничего не получается потому что я старый а я очень старые как пролетарий уже здесь всю жизнь катает трупиков вот я тоже ладно погнали в подвальчик пока он там мне сейчас привезет сюда свалит мы сразу же его нам разделаем посмотрим как у него качество закопаем все как надо будем делать так здесь это делается это экстракт зомби нет это делается не здесь это делается вот здесь так нет это делается не здесь это видимо вот здесь делается да вот смотрите перо и чернила в общем то у меня все есть работать готова теперь листовки где а листовки там делаются на как все как заметки листовки вот эти листовки. Нам, по-моему, надо сколько листовок. Сейчас я быстренько погляжу. Персонажи. Инквизитор. Десять листовок нужно сделать. И мы это делаем. Первая пятерочка. И вторая пятерочка у нас происходит. Теперь нужно дать, значит, ему еще будет десять дров. Ну, дрова это не проблема. Мы там одно дерево срубим, и все у нас будет хорошо. А инквизитор у нас прибывает вот в этот вот день, который произойдет через два дня. Я правильно посмотрел, да? Нет, это стрелочка вверх. Значит, нам ждать. Ууу. Нам еще долго ждать. Ну, ладно. Надо к змею, короче, еще обратиться. Зато завтра будет молитва. Вообще, все у нас будет супер. Посмотрим на труп. Он нам дает. Трупик говенный. Выкачиваем кровь. Я не помню, что там еще убирало у него череп какие-то. Эммм. Череп доставал ли кожу? По-моему, жир выкачивал. Ну-ка, давайте. Давайте проверим эту теорию. Да. И последняя. Наверное, не знаю, кишки или сердце. Кишки или сердоте. Кишки. В жопу твои кишки. Они тебе больше не нужны. Да-с! Получилось. Забираем. Отличный труп получился. Потащили его за роем. Вон, смотрите, как атмосферно. В туман будем закапывать. Прямо Хэллоуин. Так, поваляйся здесь, дружище. Мы должны организовать место под могилку. Ну, пусть будет здесь. А что там, простите, каменная... Оу. Оу. Керамическая урна с прахом. Внезапно. А еще мы можем теперь чинить забор. Смотрите, как интересно. А забор тут реально есть где починить. Следовательно, это тоже мы будем использовать. Правда, оно ни хрена, к сожалению, не дает. Дают клумбы. Дают урны. Слушайте, я клумб могу реально до хрена насажать. Ну, ладно, мы поняли. Мы поняли. Трупы это не единственное, чем можно, собственно, увеличить количество очков. Залезай, дружище. Сейчас я тебе там все сделаю. У нас тут похоронный сертификат вывалился. Мы его, естественно, складируем. А где он? А вот он. В глаза долблюсь. Бывает такое, да. Окей. Сейчас я оставлю в шкафу мои чернила вот эту вот всю трихомудию. Потому что она мне пока не нужна. Она должна поваляться здесь какое-то время. Так, кровушку сюда. Гвоздики я помню, где лежали. Вот это вот здесь оставляем. Что еще можно здесь бросить? Из того, что мне пока не надо. Да, в общем-то, пока ничего. Пойдемте сюда. Зайдем, поглядим. Жирочек тоже оставляем. Кишочки оставляем. Больше я ничего не делал. Ну и да. И все, наверное. Пойдемте отседово. Пойдемте отседово сюда. И можно, в общем-то, поспать. Потому что сегодня молитва. Большой день. И я еще хочу проверить, как дела идут у моих зомбиков. Которые там трудятся в поте лица. Для заработка мне железной руды. Потому что железная руда это наши металлические веселые инструментишки. Да. Доброе утро, мать твою. Он всегда хорошо высыпается. Вот, знаете, я ему даже завидую. Я бы хотел тоже высыпаться каждый раз вот так, как он. Вы представляете? Каждый день ты высыпаешься. Иногда ляжешь спать. Просыпаешься. Башка потом болит. Целый день, сука. То на солнце долбануло. То еще какая-нибудь срань. То дожди идут. Вот. Везет мужику. В хорошем мире родился. Окей. Берем нашу молитву. Идем ее включать. Активировать ее. Полностью. Вперед. Приходите, горожане мои. Давайте. Ох ты ж вы. Господи боже. Как же ж вас много, ребята. Так. Очки прилетели. Сразу шесть. Обалдеть. Обалдеть. И сейчас будет, походу, еще немножечко. Да. За счет того, что я поставил два алтаря. Вот еще две штучки. Итого восемь. Восемь веры. Восемь веры. Всем понравилось. А интересно, бывают дни, когда им не нравится твоя исповедь? Я бы хотел это знать. Так говорите, лучший способ рожиться это продавать, значит, эти. Блин, я почти два серебряных уже получаю за молитву. Ужас какой. Насколько я помню, в канделябр, если поставить... Если положить жир, да? Или воск там нужен. Вот я, кстати, да, вот не помню я, оказывается-то, нихрена. Так, вот, смотрите, рушечная мешалка. Создать что, прости? А? Это не воск случаем создается? Раствор замедления. Твою мать, что я сделал? Какой еще раствор, какого еще замедления? Ам. Создается на зомби-столб для алхимических ингредиентов. Ручная мешалка. Мм. Я создал раствор замедления и не знаю, куда его девать. Тем временем у меня есть еще один раствор хаоса. Ладно, мы это пока трогать не будем, я с алхимией пока не общаюсь, у меня есть чем позаниматься. Это такая отговорка, когда ты не знаешь, что нужно делать, если что. Окей, у нас есть настенный канделябр, который делается из простых железных деталей. И по логике вещей, эта штука должна вешаться везде, да? Давайте попробуем сделать настенный канделябр второго уровня. Для этого мне потребуются простые железные детали и железные детали непростые. А еще нужно сделать пару оградок и надгробия, чтобы получить больше очков. Видите, как много заданий, как много заданий у нас с вами происходит. И я хочу еще, я, конечно, не уверен, что сегодня получится сделать, но было бы классно, если бы получилось. Это мы сюда складываем, пусть мне еще создается торф. Я хочу поставить, нету этого. Я хочу автоматизировать полностью процесс выращивания всякой фигни. Вот, зомби-ферма, да, оно. Мне не хватает чего? Мне всего хватает. А что ты не даешь? А, типа, чтобы открыть это, мне нужно открыть... Я не туда смотрю. Вот, мне нужно открыть сначала садоводство, молитва о корнях и побегах, перк-фермер. Угу, берем, берем. Теперь у меня есть зомби-ферма. Хочу смотреть и полностью понимать, как ее строить. Значит, пять бруса, же простые железки и гвозди. А для того, чтобы ее строить, я, наверное, сначала должен себе рабочего создать, правильно? Я же их вроде как умею создавать-то. По крайней мере, в прошлый раз у меня это получилось. Ладно. Мне нужны простые и сложные железные детали. Так, а еще стоять. Я хочу обратиться к печке, потому что мне ничего не принесли. Окей, железо, руды, ноль. Но у нас есть сырое железо. Вот эти вот, как они называются? Ну, хлам, короче. Давайте его плавить. Мне интересно, где мои трупы? Почему они не таскают мне железо? Сейчас мы к ним сходим, проверим. А пока мы готовимся к этому путешествию, я хочу сделать себе простых. Давайте двенадцать сделаем. А потом еще сложных сделаем немножечко, чтобы эти канделябры-то повесить. По идее, ручная мешалка и жир должны создать мне воск. Но этого не произошло. Как странно, как странно. Так, я сколько сделал? Четыре, да? Может, еще четыре сделаем? А, у меня уже слитков нет. Я понял. А тогда мы используем камень телепортации, чтобы попасть в карьер. Так, ребята, рассказывайте. Это что такое? Это мой зомбик. Который где? По-моему, он сдох. О. Не-не-не, иди в зад. Я не очень понимаю, что этот значок значит. Друг, ты вот вроде должен был железо, значит, рубить-то. А ты, значит, рубишь не железо. Правая станция грузчиков. У нас есть станция грузчиков, и она вот, она, вот она должна уголь типа таскать. А где мой зомбик-то? Ты сдох там, что ли? Я не пойму. И странно, слушайте. Я что-то, походу, не соображаю. Либо он сюда уголь должен принести, либо он его накопал, и мне его нужно унести. Ну, если бы его можно было унести, я бы, наверное, мог это сам сделать, правильно? Ммм, интересно. Прям очень интересно. Нет, давайте я угля накопаю. И попробую сюда принести. Сомневаюсь, что это поможет ситуации, но уголь никогда лишним не будет, поэтому можно особо не переживать по этому поводу. Уголь, как вы знаете, копается вот здесь, в абсолютно бесконечных количествах. Ну вот, к примеру, я сейчас два раза копну, и мы это дело проверим. Все, пошли проверять. Пошли уже проверять, что ты копаешься, ты как сумасшедший. А сколько у меня угля? 53, ужас какой. 53 просто два раза копнул. Хоть всю деревню топи этим углем. Так, дедушка вернулся. Я могу только взять этого мудила. Уголь сюда никуда не кладется. Что это за иконка угля, интересно? Этот уголь я должен положить куда? Может быть, здесь нужно создать ящик, в который я положу уголь? О, слушайте, кажется, я начинаю понимать. Кажется, я начинаю, ребята, понимать. Мне надо четыре доски и четыре гвозди. Ка. Да, вперед. О, козли найдет. Ну-ка, давай показывай, что ты будешь тут делать, пока я здесь. Мне прям очень интересно. Что ты отнес? В смысле, ты куда ушел? Козель. Такое ощущение, что он просто гуляет взад-вперед. А мой камень бесконечности еще не того. Поэтому мы возвращаемся. Мы возвращаемся домой. И я сейчас попробую. Значит, там гвозди нужны были и доски. Которые хренового качества, скажем так. Да, слушайте, с этими зомбиками тут отдельная целая игра в игре. Классное дополнение. Это же вроде дополнение, да? Undead, что-то там такое было. Ну, в любом случае, мои ближайшие цели это сейчас зарядить церковь. Сделать дела на ферме. Полностью ее автоматизировать. И, конечно же, разобраться с церковью. В общем, вау. Сколько всего, сколько всего. Обалдеть, обалдеть. Так, давайте железо сложим вот сюда. Оно нам не втипо мешаться не должно. Много гвоздики забираем, доски забираем. Вроде там уже все, хватит. И едем. О, черт. Да какое ж... Аааа. Сейчас, ребята. Затемнение экрана поможет мне вернуться туда, куда я хочу вернуться. Вот я и дома. Ха-ха-ха. Короче. Эм. Сейчас попробуем со змеем пообщаться. Это же надо. Знаете, я не люблю, когда постоянно, когда ты выбираешь какую-то опцию, тебе вылезает окно. Типа, вы уверены? Я такой, да. Но в этот раз я бы не отказался от такого окошечка, чтобы исправить свою кривизну рук. Да, это было бы очень в тему. Еще немного железа нафармили. Зомбик отсюда возвращался. Быть может, он принес сюда новое железо? Нет. Не принес. Но зато мы можем сюда закинуть угля. Хуже не будет. Пусть топится эта печечка. Ну, хорошо. Ааа, хорошо. Значит, что мы делаем? Мы пойдем сейчас создадим там ящик. Карьер. Ха-ха. Сейчас бы улетел на долгую клячу еще куда-нибудь. Ставим ящичек сюда. И все. Да? Сейчас я его создам, и мы посмотрим, будет ли эта штука работать или нет. Так. Ааа. Я не знаю, с чем связано это. Возможно, он уже туда отправился. Ну-ка, проверим. Обалдеть. Обалдеть. И теперь он будет таскать. О, пролетарий приперся. Все, теперь понятно. Теперь я понял, как работают зомби-фермы. Без ящика ничего не работает. Слава богу, что у меня на ферме ящик тоже имеется. Но, в любом случае, без трупа у нас ничего не выйдет. Поэтому мы сейчас попробуем с вами этот труп, который у меня там новый и новоиспеченный прибыл. Мы попробуем его оживить. Да, потому что на зомби-ферму уйдет немного ресурсов. Мы можем себе позволить ее построить. Я просто не помню, как оживлять трупы. Там, по-моему, нужно какое-то зелье оживления или что-то такое. Эликсир какой-то. В общем, надо будет сейчас это дело все проверить. Давай, сожри вон тех мышей. Они падлы. Они меня бесят. Я представляю лицо инквизитора, когда он придет сюда и увидит, что у меня работают, сука, зомби. Это будет очень смешно. Так, а здесь у нас железо. Мне не сюда. Мне вниз. Мне в подвал. Сейчас посмотрим, кого там паралитарий притащил. Надеюсь, нормальный трупик попался. Я хочу проход вниз. Почему я должен все это обходить? Дайте мне кирку, я его прорублю. Было бы очень удобно, если бы можно было из подвала дома попасть сразу сюда. Так, 98% крутости этого трупика мы имеем. Иди сюда. Сейчас мы тебя запихнем. Вот сюда. Так. Чтобы эта скотина выжила, нам нужен экстракт зомби, который у меня, кстати, есть в шкафу. И нам нужна Вера. С Верой у нас проблем нету. Единственное, нам нужно привести в порядок труп. Следовательно, минус кровь, минус кишки и минус... Что я там еще? Жир выкачивал. Так. Жир. До свидания, жир. И до свидания, кишки. Ну а нахрена ему кишки? Он же все равно ничего жрать не будет. Так, я понял. Кажется, нам придется вставить кишки обратно. Потому что что-то как-то не сработало. Давайте попробуем удалить сердце. Надеюсь, я не испорчу мой труп. Супер, получилось. Отлично. Забираем тело, кладем его сюда. Пойдем, сходим, заберем Веру. И эликсир чуть не сказал молодости. Да. Эликсирчик мой ждет меня здесь. Во. Экстракт зомби. Одну штуку мне, пожалуйста. Какие три? Взяли? Взяли. И мне надо сюда что-то сложить. Потому что, вот давайте, жир, кровь. Можно я сердце... Я не знаю, куда сердце девать. Вот честно. Оно мне, в принципе, пока нахрен не упало. Но по-любому когда-нибудь допригодится. Понятное дело. Также забираем мы 10 веры. И у нас все готово, чтобы оживить этого трупака. Я надеюсь, что он будет хороший. Ну, типа, не 5-процентный. Но хотя бы 10. Было бы уже прекрасно. Так, воскрешаем. И... Привет, мой друг зомбик. Я могу посмотреть? 12% эффективность работы. Потрясающий зомбик. Пусть лежит здесь, отдыхает. А мы с вами отправляемся домой. Потому что продолжение в следующей серии Гробовщичка. Где мы с вами построим зомби-ферму. Спасибо за внимание. Услышимся. Ха. Я дай паку, блин. По кусичкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»